добрый вечер выслушаете свое радио как обычно в это время программы живые куда приходят живые люди живые музыканты мы с ними жизнь к беседу беседуем мы музыку о нем свою замечательную играю два часа два часа но они прилетают как мгновение поэтому будьте внимательны сегодня я уверен если вы до сегодня ничего не слышали об этом коллективе а так может быть к сожалению и ничего не знаете о том что они играют а так тоже может быть к сожалению огромному у вас большой праздник потому что вы обретаете новые знания а новые знания в музыке это как новые знания в мире искусства это всегда хорошо это всегда полезно у нас добрая традиция давнишняя традиция сначала песня ну а после этого мы уже знакомимся мы уже общаемся и начинаем собственно говоря не хотел сказать спокойно текущий эфир как всегда живой звук программе живые поехали только в книге жизни тропача только в книге жизни тропача только в книге жизни тропача говорят на ямайке иногда из-за травы ча стреляют а у нас в москве только теперь частенько стали всех обыскивать а раньше при социализме грамм стоил рубль а сейчас но на ямайке и раньше рядом увы вечно гниет пабелон только в книге жизни тропача аллилуйя только в книге жизни тропача аллилуйя 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 русский русский Аллилуйя, только в книге жизни травача Аллилуйя, теперь и Москва, Вавилон Только мы в траве чья любим звезды Перестрелки на Ямайке Жаль, что столько идиотов метят в небо Коммерция совести фиговой За кончики повелось левшие автоматы под мухой Раз таману ближе дотянуться Крышки повела на лот, вот мы-то знаем Только в книге жизни травача Аллилуйя, только в книге жизни травача Аллилуйя АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, собственно, теперь можно начать уже разговор разговаривать Это чрезвычайно интересно, я вас уверяю Сегодня здесь Джадивижн, ну, группа-то культовая, на самом деле Чего там греха таить? Для тех, кто увлекается этой музыкой, совершенно очевидно, что Родоначальники российского реги, в общем, сегодня здесь, в этой студии Я позволю себе идти не по списку, который у меня, а все-таки самого главного человека в этом коллективе Герберт Моралес или Гермаралес Ну вот так как-то привыкли называть его друзья, товарищи, коллеги и любители, собственно говоря, музыки Добрый вечер Здравствуйте Ну и теперь по очереди всех музыкантов У барабанщика свой собственный микрофон Мне не надо ходить никуда Вон он, видишь там, да? Нет, не тот Ага, вот тот Чуть позже Это я так, чтобы ты готовился Теперь будут идти по списку, каждый из музыкантов, если можно, подойдет к микрофону, у которого лампочка загорается Вот раз, загорелась лампочка Можно говорить? Хотелось бы, чтобы каждый из вас голос подал и сказал здравствуйте, например Евгений Балашов, гитара Здравствуйте, это я Еще раз можешь? Да, могу, здравствуйте Вот, теперь у тебя замечательно получилось Это я Тромбон Илья Вилков Или Вилков, как правильно, Вилков? Здравствуйте всем, мир Вилков, моя фамилия Вилков, спасибо, извините Добрый вечер Добрый вечер Еще одна гитара Дмитрий Чпок Добрый вечер Добрый, добрый Ну, фамилия говорящая Андрей Павлов Бас В этом коллективе Сейчас он тоже поздоровается Он пока подумает Здравствуйте Вот, поздоровался Дальше, собственно говоря Просто Женя Которого мы уже в этой студии наблюдали Я сегодня надеялся, все-таки он с фамилией придет Нет, опять пришел Евгений Виланчиль Просто Женя Забыл фамилию дома Да, я понимаю, да Был тут уже такой эпизод у нас Однажды с коллективом Тоже был Женя И просто как бы Женя И все Ну и человек, у которого свой собственный микрофон Он почти как ведущий Потому что у него он собственный Это барабанщик любого коллектива В данном случае Это Максим Вайтов Здравствуйте Здравствуйте Я Войтов И это Джадди Вижн Да, Войтов Извини, пожалуйста Хорошо Пускай Войтов Извини, не хотел обидеть Извини Это так Это вот возможно просто из-за того, что пока не знаком и близко Дальше-то уже ошибаться не стану Не получится Вот это вот и есть Джадди Вижн Коллектив, который сегодня здесь будет греть эту студию Она и так такого оранжевого, теплого цвета В принципе, они, мне кажется, пришли дома Себя чувствуют Как дома, да? Вот пришли и домой Все замечательно Все тепло Все красиво Все уютно Это именно то, чего мы и добивались Как с нами связываться? Это я сообщаю всем тем, кто, может быть, захочет что-то написать Может быть, захочет как-то выразить свои эмоции, чувства Милости прошу Ну, во-первых, можно писать на СМС-портал 4647 его короткий номер 4647 Сначала пишите «свои» Обязательно этот префикс нужно написать Иначе сообщение уйдет бог знает куда Потом делаете пробельчик А после этого уже ваше сообщение Вот, например, только мы начали А тут на СМС-портале Приветствую замечательного солнечного Герберта Моралеса и всю группу Хочу поблагодарить вас за ежедневные позитивные вибрации Ежедневные Благодаря вашему творчеству мы даже в час пик улыбаемся в метро И точно знаем, что за любой тучей всегда солнце Спасибо за то, что делаете нашу жизнь радостнее Джаблесю Джаблес Вот, это такое сообщение от человека, который не подписался Но, в принципе, по-моему, хорошо Тепло сказано Далее Можно отписываться также в группе Официальное сообщество ВКонтакте Там давно уже выложен анонс Замечательной фотографии А в теле анонса в тексте Группа Джадди Вижн выделена синим Это, значит, активная ссылка То есть, кликая на эту ссылку Вы моментально оказываетесь в сообществе этого чудесного коллектива Становясь участниками этого сообщества Вы получаете важную для себя информацию Об их концертах, новых песнях, дисках Ну, в общем, это, мне кажется, очень полезная штука Знать, чем живет Джадди Вижн Далее можно отписываться в чатах Один из них на сайте своего радио Своярадио.фм Там все просто Чат написано Ну, в принципе, понятно совершенно Пишите там Можно видеть все, что в этой студии происходит Для этого достаточно посмотреть в самый верх сайта Там рядом с логотипом Плеер такой длинненький Слева у него онлайн-аудио Это чтобы слушать аудиопоток А справа с синим кружочком онлайн-видео Это чтобы смотреть картинку В аудиопотоке звук получше В картинке звук похуже Зато картинка есть Ну, в общем, такая техническая у нас Не суразится некоторая Но, тем не менее, выбирайте для себя Что вам удобнее, что вам интереснее Это все, что касается коннекта Больше мы эту тему трогать особо не будем Так буду иногда, может быть, повторять Куда писать, если вы подзабудете А теперь мы, собственно, к коллективу-то и подбираемся Сколько лет группе? Ой, не считал Вот, по-моему, да, уже мне трудно Ну, мне кажется, вот с 91-го Я считаю, что Когда был наш первый концерт В Доме журналистов Это, можно сказать, было важно Это в 91-м году произошло И поэтому, я считаю, 25 лет 25 лет Четверть века группе Сколько составов за это время изменилось? Ну, понятно, что кроме Морельс Когда мы вообще саму идею придумывали Мы не думали о том, что это обязательно должно быть В рамках определенной бэнд-группы И поэтому мы сразу понимали, что Мы, кажется, родоначальники Соответственно, будем Кадры Кадры решают все И, соответственно, реги-музыканты Которые играли в Джо Дивижн Прекрасные музыканты И им огромная благодарность С Ямайки даже Вот, я знаю, о чем говорю Вот И я не считал Я считаю, что очень много музыкантов Играющих реги Знают программу Джо Дивижн Прошли школу Джо Дивижн Прошли школу Можно так сказать Четверть века Вот это тем, кто задавался вопросом А что это за коллектив? Этой группе 25 лет Возможно, мимо вас она прошла Просто потому, что вы не особо интересовались А вот это зря Интересоваться нужно И музыка бывает разных жанров И разных стилей А уж тем паче Если мы говорим о реги Да, надо понимать, что эта группа Это вообще корень Корень российский, на самом деле Реги-музыки в России Ну и есть еще одно Очень любопытное свидетельство Один интересный факт Но об этом мы чуть позже Как называлось первое произведение Которое было исполнено? Вот сейчас Сейчас Черный октябрь 93-го года Вот так называется эта песня? Да Такая радостная песня про травку И на тебе черный Черный октябрь Да А вы вот интересны Как это мысль? В чем связь? В чем, да Какая связь там? Ну, разговор, собственно На определенном времени В 93-м году Приехал Димка Из Карибасов Мы поехали даже посмотреть Что это происходит Там вот где-то в центре Вот Не знаю Песня вот как-то приклеилась Вот то, что происходило в центре Вызвало вот такие странные ассоциации Да Удивительный человек Удивительный Кто-то написал бы песню Про смерть Про трупы Про мясо Про кровь, льющуюся по стенкам Зачем? Я же не говорю Что это надо было сделать А что делает Моралис? Он пишет песню Про Ямайку Про красоту душевную Ну и про, собственно говоря Нирвану очередную Чудесно Дальше надо петь Что это будет? Хармс Данил Иванович Хармс Дворник Боже мой Какая Дворник Хармса обожает Постоянство в веселье и грязи Как всегда Живой звук Что такое? Музыканты не хотят играть дворника? Как он в программе? Что с ребятами случилось? Судя по всему Первая песня выбила их из колеи Я сейчас про травку Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вода в реке журчит прохладно тень От горы ложится В поле гаснет Небес, свет и птицы Уже летают Сновидениях и дворных С черными усами Опять стоит под воротами Чешет грязными руками Под грязной шапкой Свой сад Вода в реке журчит прохладно тень От горы ложится От горы ложится Под грязные руками Под грязной шапкой Свой затылок Вода в реке жучит, прохладный тень От гор ложится, поле гаснет небес, свет и птицы уже летают с новей день И дворник с черными усами опять стоит под воротами Чешет грязными руками, под грязной шапкой свой затылок Проходит день, потом неделя, потом года проходят мимо Люди с тройными рядами, в своих могилках исчезают Дворник с черными усами опять стоит под воротами Чешет грязными руками, под грязной шапкой свой затылок Луна и солнце побледнели, созвездие форму изменили Уже не сделалось тягучим, время стало, как песок Дворник с черными усами опять стоит под воротами Чешет грязными руками, под грязной шапкой свой затылок Субтитры делал DimaTorzok О таких вещах удивительных Хотелось бы поговорить Ну, во-первых, Моралес не случайная фамилия Я об этом сообщаю с величайшей радостью И удовольствием, потому что мне приятно Сообщить это аудитории своего радио Был такой Леопольд Моралес Это соратник Немало-немного товарища Че Великого, Че Гевара Рядом с которым, между прочим, даже Товарищ Обама Созволил сфотографироваться Если уж так посмотреть на эту всю историю Внимательно-внимательно Так вот, вы можете даже увидеть в этом Очаровательно улыбающемся Человеке некие черты Моралеса Да, вот именно того Он сын того самого Моралеса Который был когда-то В те времена, когда была революция Кубинская Соратником товарища Че Гевара И еще одна есть удивительная Фамилия, которую носит Герберт Это фамилия Я когда узнал об этой фамилии Честно сказать, меня слегка Внутренне даже где-то Мне захотелось вдруг Влезть в смокинг Надеть бабочку И встать рядом Просто пожимая руку от Трепета Ну, я сейчас нисколько не иронизирую Сейчас вы поймете, почему Нисколько не иронизирую Захарин Фамилия Захарин Насколько я понимаю Она ведет очень далекую историю Она из глубин-глубин Еще и той самой Царской, зацарской России Боярской Боярской даже России Что за род? Род Захарина Ну, я хочу, чтобы это было Признесено не мной Вау Ну, я не знаю Гугль в помощь, конечно Но я Да-да-да-да-да-да-да-да Кстати, да Кстати, да Очень-очень стоит посмотреть Например, биографию Григория Антоновича Захарина Великого русского врача Основоположника Может быть, даже и Русской медицины Который, вот, в первой медицине У него кафедра Там есть доска ему Григорий Антонович был Очень интересный человек И если просто почитать Про его жизнь Про его необычность Его жизни Это любой Лучшей билетристики Вот Я очень горд Рюриковичи мы Рюриковичи Рюриковичи мы Ну, то есть, в этом одном человеке Вдруг так неожиданно Батюшка Господь Который распорядился Уж не знаю как Слились две Абсолютно уникальные Крови Две абсолютно уникальные Линии жизни, скажем Опять же, мы говорим О Леополе Моралесе Это папа Ну, и Род Пардон, на секундочку Захариных Боярский род Род, который еще С Рюриковичами В общем, как-то Миромановых поставил Да, да, да И все это в этом человеке А он поет Музыку Джа А он поет Цветлую музыку Джа Растафарай Реги Как так получилось? Как пришел в музыку? Меня мама Очень хотела Видеть врачом Потому что Поскольку Род захаринский Я учился На медика У меня не получилось Я очень, наверное Тяжело Когда вот Видишь Это Ладно Поехали А вот Я одновременно Занимался музыкой И занимался тем Что учился играть На гитаре И даже учился Именно Преподавать гитару И поэтому Можно сказать Я себе специальность Восемнадцати лет Нашел Я до сих пор Преподаю И очень рад Когда Со мной встречаются Ученики Здравствуйте Герберт Леопольдович Я счастлив Что я Могу С помощью музыки Зарабатывать деньги Это большой подарок Для музыканта Тем более Я тоже часто Спрашиваю в программе Как зарабатывают музыканты Просто вы понять Насколько все-таки Разные Полярные Бывают профессии Я еще раз повторюсь Наверное Уже неоднократно Об этом говорил В этой студии Бывали классные музыканты Которые работают На данный момент Например Заучим школы Да А играют панк И поет панк Да такой панк Я тебе скажу Да там Про сопли слезы Да про Все дела Ну вот Я спрашиваю Школьники ходят На твои концерты Ходят И как они Там мы с матерочком Все в порядке Ну ничего Они понимают Что я там вот Зауч А тут я типа артист Да Тут я на сеть И пожарные Реальные пожарные Работающие Которые вот на сегодняшний день Продолжают тушить пожары И людей спасать И работники банков Ну айтишников Очень много Занимающихся музыкой Такие были И даже служители Подождите секунду Похоронного бюро Вот в одной из групп Был музыкант Работник похоронного бюро На патафалке Возит То чего тебе не понравилось Когда учился на медика Ну вот Очень разные А когда музыкант Классный музыкант Еще имеют возможность Зарабатывать музыку Это подарок большой Это просто судьба Что называется Подарила такую радость Такое счастье Надо петь дальше Чего это будет Я хочу баллонского соловья То есть неожиданно для музыкантов Я так понимаю Да Мы решили программу Видоизменить И делать ее сейчас Вот так Как она будет Литься из речи Замечательно Вот как я обычно веду эфир Никогда особо не готовлюсь Чистый лист Вот как пойдет Так и пойдет Куда выплывем Туда и выплывем Джоди Вижн На всякий случай напоминаю Как всегда живой звук В программе живые Музыка 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 Музыку Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Вернемся к разговорам. Мне кажется, любопытно, вот с какой стороны зайти сейчас. Музыка сама по себе, она ведь разнообразная, да? Мы вообще не привыкли делить музыку на жанры. Здесь на своем радио нет таких строгих мер, рамок, понятий. Вот это вот одно и другое. Музыка либо хорошая, либо плохая. Как я говорю, либо хорошая, либо гэ. Ну, по-другому, да, не могу эфир. Сами понимаете. Вот, так вот, если уж посмотреть на историю музыкальную, на культуру музыкальную российскую, то она очень много взяла чужого. Уж прошу прощения за такую примату речи, да? Ну, не свое, не родное. Не, не, не... Как вы скажете, многие говорят, что, ну, а что, там, балалайки? А кто сказал, что балалайка это плохо? Вот послушайте Архиповского. Нифига себе, да? Так вот, у нас очень много музыки, и рок-н-ролл сам по себе не российская музыка, да и, в общем-то, и регги тоже музыка не российская. Но делают это российские талантливые музыканты таким образом, что иногда задумываешься вообще, откуда, кто, чего, и откуда что пошло. Азмьес, да? Откуда оно пришло? Может быть, это они у нас сперли, как и гимн в свое время американский, в общем-то, тоже песня русская, народная. Чего там скрывать? Послушайте внимательно. Вы поймете, о какой песне идет речь. Почему эта музыка? Почему именно регги? 25 лет назад-то, да. Я уже был достаточно взрослый, уже играл все, и уже у меня был список песен. Причем хороших песен. Вот, и я преподавал гитару, и так получилось, что, да, мой ученик Саша Дельфинов такой поэт, он в Берлине сейчас живет. Вот, Саша Дельфинов говорит, давай группу сделаем, давай сделаем. Вот, начали играть, и именно потому, что у меня не получалось, не получалось с этой слабой долей никак. Так, в начале я уперся, что у меня должно все получиться. Вот, собственно, именно от того, что не получалось, а потом втянулся, втянулся, и все, да. Ага, то есть вот именно то, что не получалось, заставило делать это дальше и дальше. Да. Вот такой характер. Да. Если что-то не получается, нужно все-таки добиться результата. Да. Серьезно? Это очень круто, нет, на самом деле это очень, для меня это вообще радость встретить такого человека, что я сам такой, я не понимаю, почему мне не получается, я должен это сделать. И вот так все выросло и превратилось в музыкальную историю целую, да, четверть века, которая уже, что называется, никак не вычеркнула из жизни. А еще что-то было, ну, я понимаю, что до Рыги были какие-то эксперименты с другими жанрами, а попутно с Рыги что-нибудь уже было? Именно с музыкой? Ну, я имею в виду в музыке, но Джадди Вижн – коллектив, который играет Рыги. А вот что-нибудь еще? Поскольку я воспитан на Вертинском, Галиче... То есть я услышал Хармса и понял, что наверняка какие-то были уже вариации-то. Да, я просто подумал, что это необходимо петь, и поэтому, с одной стороны, эти песни, они для хорошего русского романса, потому что в них содержится такая глубинная душа русская. И вот именно это, если чуть-чуть немножечко аранжировать с музыкой Рыги, это можно донести как в новом стиле, это, вот я считаю, что Рыги – романс. Ну, Хармса и Рыги – это, в принципе, мне казалось, несовместимые вещи, но ведь нет, совместились, еще как. Я сам же в детстве обожал Хармса, с раннего детства все читали про этого самого, как его, Господи, Незнайка на Луне или что там, где он там? Незнайка на Луне тоже хороший. Хороший, а я Хармса. Вот я к тому, что как-то у меня был совсем другой вкус. Обожал я этого человека, потому что читал и мне заставляла задумываться каждая фраза. Почему трехногая собака? Почему утром девочкой мордой об кирпичную стенку мама? Как это? Моя мама, которая меня любила и холила-лейла, и тут мама девочку, да, двуногая, двухногая собака. Почему лицом об кирпичную стенку? Я сидел и думал. Чего ты говоришь? Хорошенькую девочку. Хорошенькую девочку. Макс, сейчас прочитаешь тихотворение? Так начиналось хорошее летнее утро. Вот, и меня это заставляло, и я ходил в таких, вот как, не то, что нирваны, я ходил в размышлениях. Все мои друзья, вот моя компашка, у нас было шесть человек, я ничего, что эти на секундочку отвлекусь. Они как-то так о том, о сём, о каких-то своих собаках. А я ходил и размышлял. Я серьёзно говорю, и вот эти размышления привели меня в своё время к тому, что жизнь, она так неоднозначна, оказывается. А ведь бросить читать Хармса уже не мог, потому что это втягивало. Поэтому я очень хорошо понимаю, я очень люблю этого человека. Каждую строчку. Каждую строчку, да, и вот именно за то, что он неординарный заразой, ведь всё понятно, хотя с годами, не сразу. Геопост спрашивает, а что это, собственно, родоначальники-то, говорит он? Комитет охраны тепла вроде бы даже раньше в Кёниге эту светлую музыку играл. Да, я очень хорошо знаю и Комитет охраны тепла, и Серёжу я знал хорошо. Просто здесь разное имеется. Сам Серёжа считал себя, в принципе, панком. И поэтому в некотором смысле его музыка, я очень уважаю, люблю и восхищаюсь вот этим диском знаменитым, который записали Комитет охраны тепла. Это очень здорово. Вот. И считаю, что это наша классика. Но мы просто сразу начали петь о истории с Джа. То есть вообще мы сразу стали петь именно, рассказывать о ростофорианской культуре. А Олди, он был выше, можно сказать, просто ростофорианской культуры, потому что он был вот Олди. Всё. То есть он изначально... Он крут. Он изначально золотой, и всё. Да. И никуда от этого не... Ну, тоже хорошо. Ну, в принципе, хорошо быть королём. Конечно. Хорошо быть королём. Надо петь. Что это? А можно я предложу нашему замечательному барабанщику неожиданно прочитать стихотворение Хармса? Потому что мы так хорошо о нём говорим. О, так с радостью. Да, это неожиданно для нас всех. С радостью, Максим. Да, с удовольствием. Давай. Это отрывок из... Из небольшой поэмы, которую вы все знаете. Итак. Сдыгар апр устр устр, я несу чужую руку. Сдыгар апр устр устр, где профессор Тартарелин? Сдыгар апр устр устр, где приёмные часы? Если эти побрякушки с двумя герями до полу, Эти часики старушки пролетели по раболу, Сдыгар апр устр устр, ход часов нарушен мною, Им взамену корабистер на подставке Сдыгар апр. С бесконечной рукой, приспособленной как стрелы, От минуты за другую в путь несётся погорелый. А на белом циферблате блин мотает устр устр, И закутанный в халате восседает корабистер. Он в приёмные секунды смотрит в двигатель размерен, Чтобы время не гуляло, где профессор Тартарелин? Где Андрей Семёныч? Сдыгар. Однорукий сдыгар апр. Приспосабливает руку, приколачивает пальцы, Сдыгар апр прибивает, Сдыгар апр устр бьёт. Вот это в своё время меня не просто убило. Я тогда, вот когда это прочитал, понял смысл травы. Я вполне серьёзно говорю, Потому что разобраться в этом всём, Действительно, сразу, с ходу, с лёту практически невозможно. Но, тем не менее, для людей далёких от какого-то понимания культуры, Вообще, в принципе, культуры языка, в том числе, Вот это всё кажется абсолютно какой-то билибердой. Но для человека погружённого в понимание языка, В принципе, в целом, и в частности, в культуру речевую, Это, конечно, потрясающе. Спасибо большое, очень красиво. Спасибо. И главное, что ведь нигде не сбился. Ну, понятно, у него чувство ритма-то какое. Давайте петь дальше. Чего это будет? Что будет за песня дальше? Напомню, сегодня здесь «Джа Дивижн». В том же духе, думаю. С «Дграпр»? В этом смысле. Ну да, в этом же стиле. Опять же, Хармса. Базарный фокус-фокус. Давайте. Как всегда, живой звук в программе «Живые», И здесь сегодня «Джа Дивижн». Погнали. Позарный фокус-фокус. Живу не дольше дня. А все же мне сдается, что любишь ты меня. У лужи уйдет рыбу, ученый дурачок. Возьмися за спинозу и взглянешь на крючок. Один кричит на стенке, другой плывет в воде. Да, у одури понятно, и что, и как, и где. Фантазия рисует проворний маляра. Куда-то ускакали и завтра, и вчера. Звучит музыка. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. И русая прическа, и узкие бока Поправит портубею поручика рука В талии играют трубы, трара-трара-трара Поют из-за плотины, и завтра, и вчера Со всем ведь не похоже, но верно все до слез И карточные предни мой ветерок разнес Базарный фокус-покус, живу не дольше дня А все же мне сдается, что любишь ты меня Базарный фокус-покус, живу не дольше дня А все же мне сдается, что любишь ты меня У лужи удет рыбу, ученый дурачок Возьмись за спинозу и взглянешь на крючок Один кричит на стенке, другой плывет в воде До одури понятно, и что, и как, и где Фантазия рисует проборней маляра Куда-то ускакали, и завтра, и вчера Со всем ведь не похоже, но верно все до слез И карточные предни мой ветерок разнес Базарный фокус-покус, живу не дольше дня А все же я сдаюсь Куда, почему, что происходит Субтитры делал DimaTorzok Это был Хармс, но совсем не Хармс Но в данном случае можно, можно Ну вообще круто на самом деле от того, что люди сейчас даже и Хармса для себя открывают Вот есть те слушатели, которые говорят Вот я слышал о Хармсе, но никогда особо глубоко не погружался в его творчество Вот после G-Division, мне кажется, у людей возникнет желание книжечку открыть Только надо книжечку открывать, не надо электронных книг Вот именно Хармса надо читать на бумаге Так, чтобы перелистывать, чтобы шуршало, чтобы это все было постоянно под рукой Это красиво, вкусно и очень погружает Иван Терчев пишет, вот что Привет свои, давно я тут не был, да и сегодня немного припоздал Расскажу про то, как я в свое время познакомился с G-Division Был когда-то очень хороший канал U2 Он был вполне в духе своего радио И вот там как-то в передаче «Брать живьем» кажется, была эта чудесная группа Я тогда только-только открывался подобной музыке И не смог в полной мере насладиться этой музыкой Но у меня до сих пор в памяти постоянно всплывали моменты Из той передачи, мотивы песен «Марихуана, марихуана» — это оружие джа И особенно часто дождик каплет прямо в душу мне Да, проникновение извне И вот таким образом, одним концертом джа вплелись в мою жизнь на годы И вот наконец-то пришло время познакомиться поближе Я очень рад этому Я тоже рад, и за Ивана рад Потому что у него теперь есть возможность неспешно, спокойно Вслушиваясь в каждую ноту, да еще и слушая рассказы И, наверное, какие-то воспоминания, возможно, теории И практически решения от самого Геора Моралеса Проникнуться и, по большому счету, полюбить эту музыку Как многие-многие ее, собственно, и любят А вот что касается Ямайки, да? Музыканты, многие, я так понимаю, играют в профессиональных коллективах там теперь Которые прошли школу джа-дивижн? Нет Нет? Все-таки в России больше Я думаю, что русских музыкантов на Ямайке мало Может быть, один, два Ну, есть Есть, конечно Есть Ну, потому как интересно Как родоначальники-то к себе принимают, не принимают Хороших музыкантов? Очень-очень сложно Скорее, студийные работники могут принять Хорошие музыканты Я был в Кингстоне, был на Ямайке Могу сказать, что не видел там русских Вообще не было? Вообще Ну, хорошо, а кубинцев? Таксист А ямайцы сами по себе Они каждый поют так, что просто можно восхищаться Каждый У них это просто органично очень получается Замечательно На Ямайке я очень хочу еще просто поехать А ездил зачем? С какой целью? Просто отдохнуть? Или, может быть, как экспедиция была? Как вот в русские деревеньки ездят? Фолк люди, да, собирают? Да, скорее так Потому что там была Люси Грин Она меня познакомила с фадер Кен Бут Кен Бут это очень хороший певец И опять же, он был нашей крышей Это очень важно на Ямайке Крыша в смысле? У тебя есть крыша Это что значит крыша? Крыша? Защитники Да, защитники А так, что ли, могли бы как-то наказать за что-то нехорошее? Крыша Это Кингстон Там вообще белого человека на улице встретить почти невозможно Ну, ты себя в зеркало видел? Я белый считаюсь, да Ты считаешься белым? Да, да, там Даже с дредами, даже при смуглой коже ты считаешься белым? Да Не, ну мне это вообще там прекрасно жилось С дредами Очень круто, когда посмотришь в глаза Растаману И ты видишь в этих глазах всю его жизнь Она просто потому что искренне излучается И он понимает, что ты считал с него вот эту замечательную информацию И то же самое делается с твоими глазами Потом надо сказать просто Джара Стафаре Улыбнуться, после чего начинается вот эта какая-то стыковка Здорово Обалдеть Нет, ну я об этих тонкостях просто не знал никогда Удивительно Мораль из белых Да На Ямайке На Ямайке На Ямайке В Кингстоне Да, в Кингстоне Почитаю кое-что, что пишут А пишут, правда, очень любопытные вещи Вот, например, Сергей Малявин написал Приветствую всех Сегодня для меня долгожданный эфир Если кто не знает, Джадди Вижн Культовая группа, можно сказать, основатель русского рейда Ну, это вот повтор, что называется Лена Липочкина Для меня Джадди Вижн – группа легенда Хоть и недосконально знакома с их творчеством Под их песни сразу представляется шум морского прибоя Костер, вечерний закат Там-тамчики где-нибудь в лесу Спасибо за музыку и позитив Ну, мне кажется, очень красиво Да, очень хорошие, добрые слова А есть, кстати Ну, наверняка, есть поклонники Слова фаната не люблю Поклонники, которые не пропускают концертов Которые приходят все время И говорят Спасибо, Гера, спасибо, музыканты Спасибо, я очередной раз получил удовольствие Ну, есть же такие вот 25 лет подряд, которые ходят на концерты Ну, 25 лет подряд сложно уже Наверное, уже там другие вопросы люди решают Если решают Есть, есть такие Есть просто действительно люди Которые как будто их что-то озарило И они не просто ходят Мы же все в сети еще сидим постоянно На все посты, лайки Да? Да, да, это здорово Так Ну, в общем, есть такая группа людей Да, есть А я почему спросил Мне кажется, что для коллектива, которому 25 лет Группы ВКонтакте маловато Ну, в общем, хотелось бы поболее И концертов вам надо поболее Ведь концерты... Когда ближайший, кстати? Ближайший 2 апреля Большой фестиваль В честь 25-летия группы Джо Дивижн Вот как раз, да? 25 лет И где будут выступать все наши ребята Все-все? Ну, почти все Но там будут Ну, музыканты, которых я знаю много-много лет Чудесно Так вот, вернусь немножко к мысли о том Как обычно через сети, через интернет И, собственно говоря, при помощи того, что называется сейчас соцсетями Продвигаются коллективы И каким образом развиваются фанатские Не то слово Поклоннические фан-клубы Ну, как по-другому его назовешь? Ну, вот фан-клубы, да? Создаются они в разных городах Людьми, которые, собственно говоря, любят музыку И вокруг этих фан-клубов собирается некая Ну, такая некая тусовка Давай так это назовем И получается тогда очень классная история Когда в какой-то город вы приезжаете А там у вас есть уже те, кто вас встречает Возит, кормит Не знаю Провожает потом И более того, эти люди собирают вокруг вас Вокруг концерта какую-то Группу других людей Которые познают музыку и так далее Вот надо с этим работать, мне кажется А вам так особенно это нужно Просто потому, что, ну, жалко же, черт возьми 25 лет в группе, а вот появляются те, кто пишут, что впервые слышат А мне обидно Мне кажется, закономерно Почему? Потому что Представляете себе вот это замечательное впечатление Когда вы еще не прочитали книжки Булгакова «Мастер и Маргарита» И вот вы в конце концов прочитали, поняли Ой, вы попали совсем в другой мир То есть всегда нужно какое-то время для того, чтобы попасть в этот мир Возможно, что кто не слышал Очень рад, что услышат сегодня Ну, это, да, это... Есть хорошая история Мысли Ростомана, да С Дмитрием Дмитрием Шостаковичем, значит Запротоколированное Что, значит, его ученик, композитор Приходит на урок И тот ему, значит, что-то объясняет И говорит, ну, это как Как у Брукнера во второй симфонии Тот на него смотрит Дмитрий Дмитриевич говорит Вы что, не знаете симфонии Брукнера? Человек говорит Стеснительно говорит, нет Ах, какой вы счастливый человек Вам столько еще предстоит все узнать Да-да-да, да-да-да-да-да Я в свое время вывел для себя некую формулу Как отвечать человеку, который говорит, что он про тебя ничего не знает Формула проста Есть люди, которые не знают, кто такой Бетховен Но чьи это проблемы Бетховена или этих людей Давайте будем петь Ребята Что это будет? Это будет дождик Потому что сейчас я услышал Можно сказать, откровенный заказ Хорошо Хорошо Дождик каплет прямо в душу мне Проникновение извне Дождик каплет прямо в душу мне Проникновение извне Невероятно растопорянство в России Невероятно растопорянство в России Невероятно растопорянство в России Невероятно растопорянство в России Дождик каплет прямо в душу мне Проникновение извне Дождь каплет прямо в уши мне, Проникновение из гнев. Дождь каплет прямо в уши мне, Проникновение извне. 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 Сердцебиение не возникает от счастья, Только нет окрыгления, И нужно скорее разойтись. Ждать не придется, Теплой компанией сама придет. Дождь каплет прямо в уши мне, Проникновение извне. Дождь каплет прямо в уши мне, Проникновение извне. Дождь каплет прямо в уши мне, Проникновение извне. Однажды все будет как три копейки, Сначала по пояс, потом по грудь, Потом долгих охот саду на скамейке, А под конец соловья согнуть. Или маленькая девочка ледяная, Махнет морозной своей косой, И от ужаса ничего не понимая, По углям горячим пойду босой. Или вывалится изо рта предметы, Не похожие ни на доллары, ни на рубли, Как будто приехал с другой планеты, Или вылез как репа из-под земли. Ну а по правде я здесь родился, Хотя вызываю уместный смех, Просто у меня потолок отвалился, Вот отличаюсь чуть-чуть от всех. Мне в таком состоянии жить никуда, Я могу, к примеру, совсем не спать, Вот кто-то серьезно звает Будой, Но я еще только хочу им встать. А пока сам себе говорю до свидания, Хожу без одежды, когда зима, А в суперках стараюсь не привлекать внимания, С удовольствием перепрыгиваю дома. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 он вообще поёт совсем по-другому, он читает. И поэтому это концерт, на котором музыкантам будет интересно послушать музыкантов. Потому что для нас самое главное удовольствие и счастье — это музыка. И она, когда вот прям вместе, рядышком, можно просто повстречаться в гримерке, это здорово. Просто прекрасно, когда происходят фестивали именно одного стиля. Это для музыкантов, получается? Или всё-таки могут прийти люди посмотреть на это всё? — Да. — Обычные рядовые люди, рабочие, понимаешь, водители троллейбусов. Ну, они же обязательно любят музыку реги. — Конечно. — Инженеры, как они, какие-то инженера. — Сапёры. — Да, чтобы тоже пришли. Или нет? Или это только для своих? — Нет, конечно, это прежде всего для людей, которые любят нашу музыку. Там зал нормальный, человек на 500, поэтому будет очень хорошо, я уверен. — Да я вообще не сомневался в том, что будет плохо. Как может быть плохо-то, когда... — Когда играть музыку реги. — Когда G-Division. Будет исключительно хорошо. Надо бы закрыть этот час чем-то сейчас прямо, в данный момент. Потом я сообщу, может быть, тем, кто не очень в курсе, что мы минуточек на пять покинем эфир, и вы послушаете выпуск программы «Шибанутсти» с Сашей Шибановым. Там будет блок анонсов эфира своего радио. А сейчас должна быть песня. Как она будет называться? — Она будет называться «Африка», я понял? Правильно понял? — Почему Макса это так заводит? Не очень понимаю. Ладно, давайте погнали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». G-Division здесь сегодня. — Если я смотрю снаружи на себя, то я уже не я. Если я смотрю снаружи на себя, то я уже не я. Если, если... Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Дух стремится в чистоте, но мысли разные бывают. Слух стремится в тишине, желание только нарушает. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Мечта об удивлении вызовет восхищение, и появляются слова в одно мгновение. Мечта об удивлении вызовет восхищение, и появляются слова в одно мгновение. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами. Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами Влетел в щеколду и вдруг увидел прорезь И в щелку юркнул о море, море Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами Красота красива, Африка пронизана с танцами, с танцами Ну что ж, давайте продолжим Напомню, Jadivision здесь сегодня Еще целый час у нас есть этого удовольствия Общение и музыки Регги, музыка действительно солнечная Музыка заряжающая исключительно на позитив Говорю сейчас банальность шаблонная Но по-другому, наверное, не скажешь Когда человеку хорошо, он действительно играет Когда человеку плохо, он играет блюз А когда человеку хорошо, он поет и играет регги Вот это сегодня и происходит здесь Надо, наверное, спеть что-то, потому что пауза была довольно долгой Аквариумистика Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня Jadivision ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аквариум мистика Не трогать небеса рукой Строжайше запретил Господь Но преклоняться пред толпой Тем более уволь Мне трогать небеса рукой Строжайше запретил Господь Но преклоняться пред толпой Тем более уволь Где Боб Марлей? Как Бармалей, как Бармалей Здесь Боб Марлей Где Боб Марлей? Как Бармалей, как Бармалей Здесь Боб Марлей Аквариум мистика Мистика, мистика, аквариум Аквариум, аквариум Мистика, мистика, аквариум Мистика, аквариум Мистика, мистика, аквариум Уныние, ужасный путь Но где тот путь, куда свернуть? Молчит мой друг, молчит луна А я пою до дна Уныние, ужасный путь Но где тот путь, куда свернуть? Молчит мой друг, молчит луна А я пою до дна Где Боб Марлей, как Бармалей Как Бармалей Здесь Боб Марлей, где Боб Марлей Как Бармалей, как Бармалей Здесь Боб Марлей 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рокеры все алкаши, наркоманы И так далее Ничего же В основном алкаши А у нас в России Алкоголь разрешен И даже приветствуются властями К сожалению Поэтому с роком легче Да, с регги Тут немножко другая ситуация Поэтому Поэтому пора легализовать Понимаю о чем ты Я немножко о другом хотел Надеялся, что ты к этому сам Как-то придешь Мне кажется Когда я задавал вопрос Почему ее так мало Музыкантов, играющих регги-музыку Мне кажется, что Петь и играть регги Может только очень добрый И светлый по сути своей человек А таких людей мало Вот реально мало Люди чаще всего Они скрывают все свои недостатки За какой-то маской доброты А в тебе Вот из тебя просто сочится Извини за такой вот Поворот Словесный оборот Сочится тепло и добро Я скажу так Мы не были знакомы До сегодняшнего эфира У меня такое ощущение Как будто бы я его знаю Всю свою жизнь Вошел в студию Он сидит просто улыбается Мы поздоровались И мне стало тепло Реально сейчас говорю Он передает это тепло Человек, который дарит Своё тепло просто так Просто потому, что он Находится в этом месте Вот Если вспоминать те группы О которых ты сказал Они ведь тоже такие Все ребятки-то Все такие же Все сумасшедшие Добрые Открытые С открытыми Совершенно Такими вот Огромными Забрало, снял И там вот такие Глазищи на жизнь Смотрящие Вот и есть такое у меня ощущение Что регги играют Не так много людей Просто потому, что Добрых по-настоящему Сердечных людей К сожалению Гораздо меньше Чем людей Жесткого характера Вот Такой я сделаю Вывод для себя Надо петь Хорошо Мы споем Зеленые рукава Давайте споем Зеленые рукава Да Хочется сказать, что Текст Анрии Волхонского Потом Алексей Хвостенко То есть она считается Вот так вот Да Обалдеть Обалдеть Прыгай Вот это еще один интересный поворот Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Джадди Вижн Давайте хвоста послушаем Да Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Дарила мне море синее Волны белые Волны пенные Дарила мне небо звездное Желтизну любой звезды Дарили мне горы тайные Все дары свои сокровенные Дарили тишь золотых вершин И пещер Рустальный звон Дарила мне море Бери себе, моя милая Розу алую, розу белую Дарила белую лилию И отчей прекрасный взор Бери себе, моя милая Розу алую, розу белую Оставь мне белую лилию И отчей прекрасный взор Розу алую, розу белую Моя ненаглядная Ты волна моя Белопенная То близкая, то желанная Розы лилия Любовь Розу алую, розу белую Субтитры подогнал «Симон» Спасибо Здесь нехорошо По мне так, да По-моему, так очень хорошо Вот тут Влад Шакин задает, на первый взгляд, странный вопрос Но ничего странного в этом нет Потому что мы давно уже научились различать Между прочим, с подачей самих музыкантов А есть такой вопрос, пишет Влад Умеет ли лидер группы писать стихи? И есть ли у него разделение на стихи и песни? То есть многие говорят, что стихи — это одно, а текст — это совершенно другое Стихи ты пишешь? Нет, скорее, если я пишу стихотворение, то я все-таки продумываю его как текст Да, сразу Ну, я понимаю, судя по тому, что сегодня происходит в эфире Судя вообще по творчеству, очень много внимания уделяется еще и другим авторам Таким, которые, казалось бы, совершенно никак не ложатся в палитру этой музыки Именно поэтому, скорее всего, то, что играет J-Division — это регги, да не регги Тут много всего намешано Тут так много всяких разных подводных и каких-то, не знаю, пещерных каких-то проникновений друг в друга Я вообще обожаю такие творческие ходы, когда вроде бы все понятно А сидишь и думаешь, откуда же оно взялось-то? Откуда ноги-то растут у этого всего? Вот реально, с музыкой вашей вот именно та же самая история происходит Что касается авторов, которые используются еще Ну, кое-что мы уже сегодня услышали Кваста мы услышали, мы уже услышали Любимейшего всеми Хармса Ну, не всеми, наверное, но многими Что еще используется? В прошлом году мы Лермонтова изучали Да ладно? Да, Веденского Даже их? Да, мы как раз к юбилею Лермонтова специально делали А есть что-то на стихе Лермонтова? Спеть можно? Ну, прямо сейчас мы, наверное, не справимся Нет, да? Да, там очень много куплетов Кусочек хотя бы 30 Не-не-не, не надо 30 Хотя просто мне интересно, как Лермонтов ложится на регию музыку Это действительно, это просто уникальный случай на мой взгляд сегодня в программе Ну, хотя бы там пару куплетов из 30 Ну, можно на пару аккордов вот этих куплений А какой текст? А, он текст забыл Это сложнее Ну, давайте тогда вместе У кого микрофоны Да, в синих волнах океана Лишь звезды звучат в ней Раз, два, три, четыре Корабль одинокий несется Несется на всех парусах Не гнутся высокие мачты На них флюгера не шумя И молча в открытые люки Ну, достаточно Не буду, не буду мучить Слушайте, я никогда не думал, что Лермонтов регий поэт Да, да Вот реально, мне в голову бы не пришло, что это можно скрестить вообще Как бульдога с носорогом А ведь складывается и получается очень красиво И пойди разбери, кто тут То есть получается или не получается Может быть, я не прав Можно ли любого поэта Любые стихи положить на регию музыку? Можно Регги это прежде всего ритм Это просто ритм с законами музыки регги По идее, любое стихотворение любого поэта Можно, да, сделать текстом Положить на любую музыку Да, на музыку регги Это же искусство, нет никаких границ абсолютно Ну, это понятно, что искусство без границ Безусловно, любого поэта можно положить И на любую музыку Только слушаться это будет Знаешь, как я люблю этот анекдот Когда приглашают девушку, смотрят резюме Она идет с секретаршей И, значит, читает будущий Возможный будущий начальник Читает там имя, фамилию Печатает две тысячи знаков в минуту Он говорит, правда? Она говорит, да Ну, такая хрень получается Поэтому положить-то можно на любую музыку Братцы, я же как раз говорю о том Чтобы это звучало Лермонтов на музыке регги И звучит ведь Значит, Юля Тузова На секундочку Появилась тут Мои любимые пишут Она музыка Джадди Вижн всегда праздник Гера чудес Ну, так с этим трудно не согласиться А Юленька, между прочим, пела в нашем составе Она есть Да, на диске 2000-го года Вот самый первый, по-моему Там Юля поет Очень прекрасно поет Джаги поет Ну, вместе с нами Джаги Шапочно Шапочно, шапочно Да, он приходил ко мне в гости На ту квартиру Как вы охарактеризуете внутренний мир этого человека? Ну, если шапочно, то как можно охарактеризовать? Да, да, я почти не запомнил Потом уже все как-то понял Принимали участие в концертах его памяти? Спасибо Да Принимал Ну, вот принимать принимал А, грубо говоря, так глубоко проникнуть друг в друга не успели просто Так, во-первых, здравствуйте, свои живые Пишет Андрей Демян Давно не был Времени нема А, во-вторых, что хотел сказать Зачастую российские исполнители Леги Дальше темы Марии и Хуаны не уходят А тут такое разнообразие Что-то хотел написать, но забыл Короче, мне нравится По-моему, это блестяще Одно из самых блестящих, мне кажется, резюме После эфирной Надо бы, наверное, петь Смотрю, если я понимаю, что хотелось бы, да, что-то еще Гений Гений Это о себе так? Немножко нескромно, но правда Близко к правде Джоди Вижн здесь сегодня, поехали Хармс Даниил Иванович Гений Гений пламенных речей Господин свободных мыслей Бессмысленных красот Бог исчезнувших высот Господин свободных мыслей Несветлой памяти Господин свободных мыслей Несветлой памяти Когда дельфин с морским конем Игру затеяли вдвоем Игру затеяли вдвоем А скалы бил морской прибой И скалы мыл морской водой Ревела страшная вода Светили звезды, шли года И вот настал ужасный час Меня уж нет и нет у вас И моря нет И скалы гор, и звезд уж нет Один лишь хор Звучит из мертвой пустоты И грозный бог для простоты Скочил и сдунул пыль веков И вот без времени оков Летит один себе сам друг И хлад кругом, и мрак вокруг Гений пламенных речей Господин свободных мыслей Бессмысленных красот Бог исчезнувших высот Господин свободных мыслей Вне светлой радости ручей Вне светлой радости ручей Субтитры создавал DimaTorzok Ну в общем, да Судя по всему, Хармс все эти годы Ждал своего времени Он ждал Геру Ну просто ждал Геру Просто все ложится Вот слушаю, я знаю, в общем-то С детства помню эти строчки Ну наизусть сейчас вспомню вряд ли Но рифма за рифмой узнается И когда я это слышу в регги Я вдруг понимаю, что Хармс Это потрясающий регги поэт Потрясающе Все складывается Слушайте, у нас так мало времени остается Еще так много вопросов Вот вопросы, которые могут показаться Межко странными Но я их не могу не задать Ты как человек образованный И человек более чем Глубокий и глубоко Слово такое, да Глубоко мыслящий Смотрящий на жизнь Изнутри как бы Даже дождь проникает в тебя Снаружи Ты эту жизнь Вокруг тебя делаешь Такой, какая она должна быть По-твоему Или ты себя подстраиваешь Под ту жизнь Которая тебя окружает Вот в данном случае Интра, экстра Кто ты? Я скорее все-таки делаю жизнь Вокруг себя И стараюсь Согласовывать это Со своим внутренним миром Иногда это бывает сложно Но, как сказал тут доктор один От моего свиста Трамвай останавливается А доктор психиатр, да? Допустим Обычно они бросают Такие фразы, да Такие доктора То есть ты стараешься Сделать мир вокруг себя Светлее и чище А как, ну скажем Ну понятно С музыкантами все ясно На репетициях встречаетесь И вам Коллеги Коллеги, да вам хорошо А как с чужими людьми Которые ведут себя по-хамски Ты за рулем ездишь? Нет Ну хорошо В транспорте ты же находишься Я работал недавно Я знаю, что такое работа Знаю, что такое разные люди Я работал недавно Это интересный случай Да зато как Ну вот ты в транспорте В метро, например Бок о бок трешься С разными людьми Люди мало улыбаются Обычно В большом городе Таком, как Москва Темпач Люди живут своей какой-то Суровой реальностью Своей суровой жизнью Серые в основном Чаще всего Они мало откликаются На какие-то позитивные лучи Даже Ты будешь Вот ты улыбчивый человек Ты возьмешь и улыбнешься кому-то Человек заведет тебе в табло Извини За прямой речь Ты скажешь Да что ж такое Я же ему улыбнулся Я не то подумал Может ты этот Ну понимаешь Да, о чем речь Вот как ты с этим миром Как ты с ним живешь С этим миром Я уже взрослый Я живу в Москве С 61-го года Прекрасно Понимаю Что люди бывают разные Мне везет По жизни С хорошими людьми Встречаться И поэтому даже Когда я нахожусь В общественных местах Всегда найдется Мой поклонник Который будет счастлив Улыбаться Бежать ко мне Пожимать руки Делать селфи И я знаю Что этот человек Слушает мою музыку У него Великолепный интеллект Прекрасная душа Потому что он слушает Твою музыку Конечно Естественно Вот Я естественно Очень искренне рад Я вижу только таких людей Я почти не вижу Ты че улыбишься Вот так их не вижу Вот в чем дело Ты просто умеешь Фильтровать Я не сам Фильтруется Айкидо То есть Не допустить Вообще возможности Этих встреч Вот научиться Чему бы Вот я сейчас реально говорю Вот чему бы научиться Не замечать Вообще Как в Айкидо Так чтобы раз И проходили мимо Бывает же Все таки Зацепишься с кем Не потому что Ты этого хочешь Потому что человек там Особенно на дороге Особенно сейчас Особенно сейчас Да Вот все таки Надо бы учиться этому Надо учиться этому Геру Потому что это уникальный Совершенный человек Так за этот эфир Я настолько отдохнул От работы Как будто в отпуск сходил Спасибо дивизион Сергеев пишет Например Катя спрашивает Насчет Пушкина А Пушкина Если переложить Уже есть У нас даже СКА СКА есть Да Не дай мне бог Сойти с ума Только мы сейчас Опять же его Не будем исполнять Ладно У нас есть даже Опера То есть Да Мы с Максимом Сделали Арию Из оперы Безе Ловец Жемчугов В регги И гордимся этим Да В регги Никто еще из регги К опере не приближался Мы русские Осмелились Так Вот я сейчас конечно Понимаю Что Я глупость скажу А кусочек Ну хотя бы Кусочек Я вообще такого не ожидал Что такое вообще возможно Сиянье ночи лунной Ее я увидал И арфы многострунной Чудный голос прозвучал О ночь Мечты Давайте Да Ай браво Ну что сказать Здесь Записей у нас очень много Я очень горжусь И радуюсь Что записей много И они все В открытом доступе Сколько дисков Вообще в целом За все Знаю Может быть 7 Может быть 8 Много Все в ней есть Да Конечно все в сети есть Я считаю Что все должно быть Доступно всем Всегда Ну что сказать Чем ближе к концу эфира Тем больше я понимаю Что люди Которые до сих пор Не знали Про Джаджи Вижен Они просто Полжизни прожили Зря Как мне кажется Надо бы что-то еще спеть Еще успеть Надо бы еще бы Сколько мы еще Писем можем Думаю 2 Думаю 2 мы успеваем Да Что это будет Две луны Два льва явно Да Как? Я не услышал Две луны Два льва Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Джаджи Вижен Песни 25 лет уже Ага Вот сейчас мы оценим Поехали Редактор субтитров А.Семлиева Корректор А.Егорова Продолжение следует... У меня твоя голова, В небе движется твоя голова. Две луны, два льва, льва, льва. Две луны, два льва, льва, льва Две луны, два льва Субтитры создавал DimaTorzok Нанананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананан шоссе. Две луны, два льва, 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 льва. Эгент Louvre, льва, 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 льва. Yakok. Порomy планы, две льва, льва... нет, 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 нет! ula. Пыль метит, голова, лети, лети, никто не встретится на пути Две луны, два льва, 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 льва Дling в disrespect, голова, лети, льва, 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 лку Эх, ну, времени-то осталось совсем чуточку, буквально на одну песню и попрощаться, но я тут кое-что хочу прочитать, это важно, важно, вот, например, Маргарита Назарова написала, у меня сегодня весь день все идет наперекосяк, ну, вот сейчас слушаю, и как-то души светлеет, а песня на стихе Лермонтова вообще сделала мой вечер, на последней сочке уже смеялась на весь дом, спасибо, ну, это же прекрасно, Кубана в дабе у меня лет так пять из плеера не выводилось, пишет Лев Новченко, значит, радует, что у нас есть такие люди, как Гера, значит, не пропадем, Антон Федоров, шикарный эфир, всем до встречи, Тимофей, ну, то есть, сегодня, я так понимаю, либо мы растопили чьи-то сердца, либо люди с добрыми сердцами, они, в общем, так сами подтянулись, и, послушав программу, получили еще и заряд бодрости и позитива, ну, на несколько дней, хотелось бы так, Надо напомнить, когда и где будет концерт-фестиваль в честь 25-летия коллектива 2 апреля на арт-плее в клубе «Фассбиндер» с 9 часов вечера до 6 утра будет звучать музыка русского рутс-реггей, будут петь замечательные музыканты, будет фестиваль 25-летия группе «Джадди Вижн» 25 лет, это же целая жизнь, но это жизнь красивая, это жизнь добрая Надо заканчивать, и что будет в финале? Какая песня? Думал Сатамас Агана Ну, а я напомню, что завтра программа «Живые» выходит в эфир, в пятницу нет, мы тут переезжаем, поэтому в пятницу пока попросились на ремонты, уж простите, но там в апреле уже все вернется в нормальную традиционную сетку А завтра в программе «Живые» Олег Челап и «Пчела Бэнд» это тоже замечательный коллектив, между прочим, другого порядка, другого музыкального содержания, но тем, кто не знает, очень рекомендую Спасибо, друзья мои, вы прекрасны Спасибо Спасибо тебе огромное, я настолько рад этому знакомству личному, что даже передать словами не могу Браво, все очень круто, и вы прекрасны Дай вам Бог 25 лет отметить так, как будто бы это первый день вашего рождения Мы еще будем отмечать Уверен, 50? Хорошо С удовольствием Всем пока, до завтра J-Division заканчивает сегодня свою музыкальную программу в программе «Живые» Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта земля так далеко, где нет ночей, где всюду день Посмотри, посмотри-ка в книгу жизни и увидишь ты, что есть земля небесной красоты Что есть земля небесной чистоты Царь королей, царь королей, царь королей, император жар, зашел на трон править ходом дня Посмотри-ка в книгу жизни и увидишь ты, Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Царь королей, царь королей, император жар, зашел на трон править ходом дня Посмотри-ка в книгу жизни и увидишь ты, Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Растафарай рулит мир Эта земля так далеко, где нет ночей, где всюду день Посмотри-ка в книгу жизни и увидишь ты Что есть земля небесной красоты Что есть земля небесной чистоты Сата Ама Сагана Ла Амлай Оуууууаоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон